Три традиционных удара на гайкой поставили точку в отчетно-выборном сборе Славянского районного казачьего общества, который состоялся в минувшее воскресенье в городском Доме культуры. Кому доверили казаки руководить своим обществом? Смотрите далее. Выборный сбор Славянского районного казачьего общества прошел с соблюдением всех традиций и обрядов. С благословения отца Иннокентия сбор начался молитвой. Торжественно было внесено знамя общества. В мероприятии приняли участие члены Совета атаманов. Совет стариков и представители хуторских и станичных казачьих обществ Славянского района. С приветственным словом к участникам сбора обратился глава района Роман Синеговский. В своем выступлении он рассказал о взаимодействии муниципальной власти с казачеством Славянского района. Сегодня, как Венилий Иванович Кондратьев говорит, казачество – это национальная идея. То есть никто не любит так свое отечество, как наши братья-казаки. Спасибо вам за это, потому что свою любовь к нашему отечеству вы ее прививаете нашему подрастающему поколению, нашим ребятам. Не зря сегодня в Славянском районе три казачьи школы, 49 казачьих классов. И то образование казачье, которое идет, скажем так, из ваших уст, конечно же, это только на благо развития наших детей. Ведение сбора было возложено на атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглова. Он подчеркнул, что у казачества Кубани одна главная цель – объединять представителей всех поколений, воспитывать молодое поколение в лучших казачьих традициях. Сегодня надо работать. Я кандидатам в атаманы говорил, каждый должен подумать. Вот они задачи, их надо выполнить. В том числе по увеличению численности, обороноспособности, детям и прочее, прочее. Куча вопросов, которые он должен решать. На пост атамана Славинского районного казачьего общества казаками было выдвинуто две кандидатуры – глава Анастасиевского сельского поселения, он же атаман местного казачества Александр Заволока, и атаман прикубанского хуторского казачьего общества Андрей Рахманенко. Казаки дружным любо встретили сообщение, что большинством голосов атаманом Славинского районного казачьего общества был избран Александр Заволока. По традиции новый атаман произнёс присягу. Он поклялся верой и правдой служить казачеству, Кубани и России. Считаю, что нет второстепенных вопросов, все вопросы важные. И, конечно же, самое основное, или одни из основных вопросов, на которые хотел бы остановиться, первое, это, наверное, работа с нашим молодёжью. Это то, наверное, ради чего мы и возрождались как казачество. Это для того, чтобы воспитывать в нашем подрастающем поколении казачий дух, казачьи традиции. Старики по казачьим традициям привели нового батьку к присяге и вручили ему атаманскую булаву – символ власти. После того, как атаман был избран, Славинское районное казачье общество продолжит летопись славных казачьих традиций и дел. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».